всем привет с вами дмитрий русул и сегодняшнем видео я хотел бы ответить на такой вопрос как работает сторонний сэмплер для тех кто не знал в лоджике недавно появилась возможность использовать внешний редактор для аудиофайлов как ну скажем так дополнительный сторонний редактор для тех файлов с которыми вы работаете в сессии logic это очень удобная функция сейчас я покажу на примере своем как это можно использовать прежде чем это в принципе чтобы это работало нужно сперва сделать настройку в закладке аудио в preferences есть пункт файл editor и здесь есть такой пункт как external sample editor и здесь можно выбрать свое приложение то есть вы выбираете чуз кнопку и вы из папки программы выбираете любое аудио приложение будь то rx как моем случае выбран или это может быть адопа audition или там не знаю самплитюд любые в общем любой поддерживаемый редактор на mac os вы можете использовать который позволяет вам что-то делать какие-то какой-то редакторскую деятельность делать с аудио файлами то есть это примерно то же самое что файл editor который есть у нас в лоджик встроенный про него я рассказывал отдельно недавно в последней части продвинутого курса про этот встроенный файловый редактор если вдруг не в курсе но так или иначе он довольно конечно же примитивные по сравнению с другими более развитыми современными редакторами такими как тот же самый rx и вот сейчас я хочу как раз на примере rx и показать как это работает тут есть очень классная горячая клавиша у лоджика появилась связи с этим давайте я вам покажу вот если вбить в поиск external слова вот есть такая вот команда open external sample editor и по умолчанию это команда shift w это очень полезная команда то есть мы что можно сделать давайте поначалу расскажу что у меня здесь есть у меня есть вот такой лук как слышите в нем присутствует барабаны и присутствует бас у меня есть свои барабаны допустим сессии я хочу использовать их но бас хочу взять отсюда что мне делать летом мне поможет rx 9 потому что там есть функция musical rebalance и давайте посмотрим как это работает то есть я прям в лоджике этот файл у меня сохранен в проекте лоджика в самом этот вейф файл я просто нажимаю shift w и у меня открывается автоматически открывается окно редактора rx 9 и теперь все что мне нужно здесь выбрать musical rebalance плагин и просто его применить то есть вот у меня уже изолирован бас все остальное стоит по нулям ставим максимальное качество и просто делаем render он делает просчет то есть просто сделай час изоляцию бас гитары от барабанов и так готово вот мы видим что у нас транзиенты барабаны ушли и теперь вот мы здесь видим что здесь у нас есть точка означающая о том что у нас пока этот файл не сохранен но если я сейчас просто нажму command s то есть сохранить в окне rx все . ушла файл сохранен и самое интересное что этот же файл у меня теперь здесь обновился то есть вот я нажал на лоджик вы видите у меня обновилась волна форма потому что мы по сути изменили тот же самый файл который хранился в папке проекта то есть он просто открылся во внешнем редакторе мы с ним что-то сделали нажали сохранить и обратно вернулись лоджик и наш файл обновился давайте послушаем что у нас теперь и можно смело добавлять свои барабаны вот так вот просто то есть еще раз в настройках мы указываем каким редактором хотим пользоваться причем вы можете менять например зависимости от ситуации вы можете использовать один редактор для какого-то проекта другой редактор для другого проекта то есть моя что он нужен прям в rx вот есть такая вот классная функция как мне скоро баланс плюс конечно же rx будет полезен для тех кто работает с чисткой аудио то есть если у вас много шумов и так далее можно конечно же использовать плагины которые тоже поставляются в комплекте с rx вместе с комплектом но насколько это удобно скорее нет потому что да есть тут множество плагинов в том числе и musical rebalance даже есть по формату ара но плагины все-таки требует потом баунсинга потом плагины иногда вносят задержку и какие-то такие вот рутинные вещи почистить от шума или еще что-то гораздо удобнее сделать в отдельном редакторе последнее такое напоминание я думаю вы сами уже до него догадались но на всякий случай если мы работаем с деструктивным редактирование то деструктивное редактирование подразумевает что мы что-то меняем в звуке но мы меняем именно в самом файле то есть в том файле который хранится на диске я рекомендую конечно сделать backup то есть прежде чем что-либо поменять просто можно сделать дупликат либо прям в папке проекта открыть папку проекта и дублировать файл либо сконвертировать в новый файл то есть прежде чем что-то делать можно выбрать конверте new audio файл и у вас как бы в папке проекта сохранится копия оригинальная и вот та новая копия которую вы будете уже видоизменять в редакторе либо в том редакторе в котором вы открываете этот файл тоже можно сохранить backup день там на рабочий стол или еще куда-нибудь просто чтобы на всякий случай можно было откатиться назад сейчас конечно пока у меня rx фоновом режиме открыт я здесь могу нажать common z то есть common z вот у меня откатилась по что rx помнит в своей оперативной памяти какие шаги я делал то есть я могу за 5 пересохранить сохраняя сохраняю и вот мои барабаны здесь вернулись но либо могу опять же вернуться в rx сделать common shift z то есть применить обратно ту же обработку опять сохранить и опять обновить файл вот такая функция надеюсь она полезна если вы про нее не знали знаете что теперь в лоджике есть такая классная фича но для всех остальных фич у меня записан курс продвинутый курс по logic pro это такой самый наверное подробный курс который состоит из 12 частей каждая часть это по сути отдельный курс который посвящен тем или иным глобальным функциям logic есть курс по flex time есть по микшеру есть по автоматизации вот как раз недавно то о чем я говорил я записал курс про файл эдитар и про работу именно со встроенным редактором сэмплов в общем welcome переходите по ссылке в описании к этому ролику смотрите возможно вам что-то приглянется и рекомендую этот курс если вы хотите прям полностью узнать и лоджик от аду я но с вами был дмитрий урсул увидимся с вами следующих видео всем пока